На съемку этого сюжета меня подтолкнул несчастный случай. Мой близкий человек сломал ногу, подскользнувшись на льду. К сожалению, отрав не застракован никто, но вероятность ее получения можно уменьшить, например, регулярной подсыпкой тротуаров. Мы не будем в этом сюжете критиковать коммунальщиков, просто пройдемся по улицам города и посмотрим. Начнем с центральной части. Советский проспект. Главная пешеходная артерия города, можно сказать, лицо Великого Устюга. Излюбленное место туристов. Неудивительно, что тротуары здесь тоже достаточно ухожены и регулярно подсыпаются. Конечно, и здесь можно найти особо укатанные места, но в целом все прилично. Идем дальше. Улица Красное Место с крайне оживленным пешеходным трафиком. Как видим, подсыпка здесь произведена, хотя лед все равно присутствует. Конкретно этот тротуар попадал в наши объективы неоднократно. Например, ранней весной. Тротуары остаются небезопасными, причем этой проблеме не один год. Мало хожу пешком, но вот сейчас иду здесь покрасывать, да, конечно, безобразно. И поздней осенью. Ну, вообще идти невозможно очень так-то. В любом месте. Год спустя тут также местами очень скользко, несмотря на то, что подсыпают. Все-таки некоторые участки требуют к себе более тщательного внимания. Теперь посмотрим на состояние подъемов. Как неоднократно заявляли городские власти, за их состоянием следят особо. Как видим, городские власти обещания сдержали. Здесь действительно кругом песок и утоптанный снег. Прогулявшись по здешним тротуарам, льда мы не обнаружили. Даже придраться ни к чему. То, что тротуары подсыпают, это хорошо. Но дает ли это эффект? На это могут ответить только медработники. Как оказалось, в этом году количество жертв гололеда заметно снизилось. Сказались и более щадящие погодные условия, и усилия коммунальщиков, и даже пандемия. Пожилых на улицах стало меньше. Чаще всего с травмами обращались именно люди старшего поколения. Народ с сухой земли переходит на гололед. Понятно, что от выхода начинает падать. Но цифры невелики. Людей у нас с травмами обращаться не намного больше, чем по сравнению с летом. Ну и травмы в основном тоже такие бытовые. Даже, может, даже больше где-то на сухих местах, в помещениях, у детей на уроках физкультуры больше, чем на улице на гололеде. Конечно, немало в городе и неухоженных пешеходных тропинок. Есть и обочины дорог, есть особо укатанные тротуары. Подсыпать или удалить лед везде невозможно, хотя бы по финансовым причинам. Беда случиться может со всеми, даже на ровном месте. Поэтому, особенно зимой, очень важно смотреть себе под ноги. Наше здоровье в первую очередь зависит от нас. Степан Корижановский, Антон Карев, Телеканал «Русский Север».